Томские газовики приняли участие в торжественном вечере, посвященном запуску газопровода Силы Сибири. Это масштабный международный проект, реализация которого потребовала огромных человеческих и материальных ресурсов, новых технических и инженерных решений. Заказчик строительства компании «Газпром Трансгаз Томск» отметил окончание работы в Большом концертном зале, где прозвучали благодарственные слова в адрес всех, кто принимал участие в этом историческом событии. В Большом концертном зале Томской филармонии мужчины в деловых костюмах, дамы в нарядных платьях. Многих не узнать без привычных синих спецовок и касок с символикой компании. Это строители магистрального газопровода Силы Сибири, самого масштабного проекта в новейшей истории страны. Рекорды доходили до того, что мы в сутки варили по 7200 метров в сутки, для того, чтобы выполнить ту задачу, которая стояла перед нами с вами. В октябре 2012-го президент России Владимир Путин поручает «Газпрому» проработать проект газопровода, рабочее название которого – «Якутия-Хабаровск-Владивосток». Через два месяца на госсовете было объявлено его окончательное имя – «Силы Сибири». Началось проектирование, затем строительство. Заказчикам назначают дочку «Газпрома» – компанию «Газпром Трансгаз Томск». Для самих строителей это была не только большая честь, но и огромная ответственность. Наши предприятия Томской области поставляли инновационное высокотехнологичное оборудование для «Силы Сибири». И те предприятия совместно с нашим большим научно-образовательным комплексом в рамках импортозамещения смогли изготовить оборудование мирового уровня. Над реализацией мегапроекта трудился огромный коллектив. Строители столкнулись с разными видами грунта. Нитка газопровода пролегает по болотам и скалам, под амуром и в Якутской вечной мерзлоте. Вмешивались в работу крепкие морозы, но люди оказались сильнее техники. Гидравлика ломалась при минус 40, а специалисты выходили и делали свою работу – ту, что позволяли погодные условия. Торжественная церемония начала поставок российского газа по восточному маршруту состоялась 2 декабря 2019 года. В сегодняшний день будущие поколения, когда будут круглые юбилеи начала поставок газа в Китайскую Народную Республику, так же, как и 50 лет поставок российского газа в Европу, будут праздновать на самом высоком политическом уровне. В строительстве силы Сибири принимали участие 13 тысяч человек. Его протяженность составляет более 2000 километров. Экспортная мощность – 38 миллиардов кубометров газа в год. Торжественный пуск в эксплуатацию газопровода стал самым заметным событием в новейшей истории России. И томская компания сыграла в нем ведущую роль. Алексей Смирнов, Сергей Геро, Вести, Томск.